Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк и я по-прежнему нахожусь на необитаемом острове. В прошлой серии, во время подводной охоты на мою самодельную гавайку, мне удалось поймать двух лангустов. Потом я поднялся на вершину острова, собрал немного сухих дров и с помощью огнива, которая есть в моем наборе для выживания из Алиэкспресс, мне удалось развести огонь и приготовить свою добычу. Еды у меня осталось немного, поэтому мне нужно что-то придумать и поймать себе еще что-то, чтобы покушать. Но помимо этого, во время передвижения в таком жарком климате, я теряю очень много воды из своего организма. Ее тоже нужно будет восполнять. Этот остров окружает соленый океан, а это не вариант. На таком маленьком острове будет очень сложно найти пресную воду, но я постараюсь что-то придумать. Внимание, конкурс для вас, хочу подарить немного ножей. Не будем ждать, когда у меня все-таки получится выйти в стрим и разыграть вам призов, поэтому упрощаю условия. И для этого вам всего лишь нужно написать под этим видео приятное поздравление с наступающими праздниками. Давайте в комментах создадим максимально теплую и праздничную атмосферу. А три участника, чьи комментарии наберут больше всего лайков от моих подписчиков, гарантированно получат швейцарский ножен компании Victorinox, модель называется Kemper. Желаю удачи, не забывайте про лайк под этим видео, поздравляю вас с наступающими праздниками и напоминаю, что этот конкурс только для подписчиков моего YouTube канала. Я спустился к океану в поисках наживки. Увидел небольшое озеро, которое образовалось во время отлива, и в нем плавала небольшая рыба. Но там, на дне, я увидел достаточно крупного съедобного моллюска. Его нужно достать. Наконец-то есть! Посмотрите, какого гребешка достал. Охрана приросла. Со всей силой тянул, еле достал. Приготовим, попробуем. Кладу свою добычу в плетеную корзину из ротанга. А теперь нужно сделать рыболовную снасть. Лиску отрезать я не буду, просто отмотаю нужный фрагмент и зафиксирую его на катушке. На конца привязал один небольшой крючок. И немного огрузил. Теперь нужно найти наживку. В первую очередь, это ракушки. Рыба очень любит мясо ракушки. Поэтому найду небольшую ракушку, разобью и надену на крючок, как наживку. В том месте, где волны океана омывают камни, было очень много мелких ракушек. С помощью китайского мультитула, который есть в наборе, я разобью ракушку и достану мясо. Надеваю наживку на крючок и забрасываю свою снасть в воду. И сразу же у меня на глазах маленькая рыбка выплывает и начинает атаковать мой крючок. Есть! Смотрите, добыча есть! Почти с первого раза, очень жадно клюнула на ракушку вот эта небольшая рыбка. Для меня это все равно добыча, это источник белка. Даже такую маленькую рыбу я буду забирать и приготовлю ее на костре. Ну что ж, очень неплохое начало. Продолжаю свою рыбалку. Надеваю наживку и забрасываю снасть в воду. И снова рыба начинает жадно атаковать мой крючок. Когда рыба объедала наживку, я доставал еще одну ракушку, разбивал, доставал оттуда мясо и надевал обратно на крючок. Мясо ракушки это наживка номер один во время морской рыбалки. Очень эффективная приманка и ее всегда легко найти. Здесь включена игра Call of Antia. Ребята, это просто находка, это то, что мне нужно было. Эта игра дарит те недостающие эмоции в преддверии зимних праздников. Кстати, Call of Antia является спонсором этого видео. Эта ролевая игра соберет три в ряд, исполнена в потрясающем жанре фэнтези. С крутым оформлением, потрясающей рисовкой и, конечно же, сюжетом. Здесь куча персонажей и огромное количество врагов. Давайте прямо сейчас вместе окунемся в эту атмосферу зимних сражений. Здесь можно собирать и прокачивать своих героев, свой уровень, собирать ресурсы, участвовать в основной кампании и совместно бороться за уникальные ресурсы. А совсем скоро стартует ледяной фестиваль и это самое главное зимнее событие в этой игре. И в него входит много крутых мероприятий. Во-первых, это ледяной карнавал. В нем игровой процесс сочетается с летающими шахматами. Только представьте, волшебная доска покрыта льдом и снегом, по которой игроки могут передвигаться. Бросая кости и каждый раз, когда достигается квадрат, запускается особое событие. И на этом можно будет себе сорвать много интересных бонусов. Также в игре появится пиви-пи игра «Море воров». Это отдельная тема для разговора. В двух словах вас ожидают максимально жаркие вызовы и противостояние. Ну и на сладкое. В игру будет добавлено два новых персонажа. Только посмотри на них. Это сестры Руби Роуз. Это просто шедевр. Причем конкретно сейчас самое время начать играть. Так чего же ты ждешь? Прямо сейчас переходи в описание под видео или сканируй QR-код. Присоединяйся к игре Call of Antia бесплатно по моей ссылке. И получи в награду 599 рублей по этому промокоду. Жду тебя в игре. Вот такого вот местного бычка поймал. Или рыбу-собаку. Ну больше похоже на нашего бычка. Смотрите. Еще одна рыбка идет в зачет. Нужно попробовать в океане в глубокой воде попытаться поймать. Возможно там рыбка побольше будет клевать. Пошли посмотрим. Но в океане было очень сильное течение и достаточно большие волны. И мою легкую снасть все время сносила в сторону. Я делал заброс за забросом. В ожидании поклевки рыбы покрупнее. Но мою снасть очень быстро течение сносила в сторону. Я решил не терять времени и вернуться обратно к этим небольшим озерам, чтобы поймать еще парочку рыб. Рыбка совсем небольшая, но это хоть что-то. В моем костре угли еще не совсем остыли. Нужно найти немного сухих дров и снова раздуть костер, чтобы приготовить свою добычу. Вы только посмотрите на этого жука. Это же просто какой-то динозавр. На вершине острова разгулялся сильный ветер. Я собрал немного сухой травы, а также дрова. Теперь нужно приготовить свою добычу. В качестве шампура буду использовать свою гавайку. Рыбу надену на наконечник и поджарю ее на костре. Подкинул сухую траву в угли и раздул костер. Вместе с рыбой сразу же приготовлю этого моллюска. Я думаю, он будет очень вкусным. Также у меня осталось еще пару кусочков лангустов. Ними тоже перекушу. Моллюск жарится прямо в ракушке. Когда он начинает закипать внутри, ракушка открывается. А мясо вместе с соком жарится внутри этой ракушки, как на небольшой сковородке. Самое главное вовремя снять его с костра, чтобы не пережарить. И мясо осталось сочным и нежным. Ну что ж, белок и полезные жиры я добыл. Но нужно позаботиться и о пресной воде. Выше на скалах от дождя образовались небольшие озера пресной воды. Но эта вода достаточно опасна. В ней может быть очень много вредных бактерий. Поэтому пить ее прямиком из лужи ни в коем случае не стоит. Я наберу пресную воду в пластиковую бутылку и вскипячу на своем костре. Пока я набирал воду, рыбка уже поджарилась. Пластиковую бутылку с пресной водой я прямо вот так ставлю в угли. И сверху обложу небольшими ветками, чтобы они загорелись и моя вода закипела. А пока что съем вторую рыбу. Ну что ж, друзья, я немного перекусил. И думаю, что нужно взять гавайку и попытать удачу еще раз. Я знаю, что во время солнца пека, когда солнце находится в зените, ловить лангустов это, ну, очень-очень плохая идея. Потому что они обычно активничают или же ночью, или ранним-ранним утром. Но, тем не менее, поставленную задачу я уже выполнил. И у меня есть свободное время. Поэтому возьму маску, гавайку и отправлюсь под воду. Посмотрю, что там есть еще. Нырнув под воду, я сразу же обратил внимание на то, что течение очень усилилось. И охотиться было очень сложно и опасно. Я сделал пару выстрелов. Но к рыбе было очень далеко. Друзья, лангустов нету. Рыба плавает, много рыбы, но лангустов вообще не видать. Но течение стало в разы сильнее. Очень опасно плавать, поэтому... Но его от греха подальше. Очень сильное течение. Это опасно. Если меня затянет в открытый океан, вряд ли кто-то меня сегодня будет спасать. Мой моллюск тоже готов. Пришло время и его дегустировать. Вы только посмотрите на этот отборный кусочек мяса. С помощью мультитула я его срежу с ракушки и съем. Желудок кушать не буду. Я знаю, где он. А вот мясистая нога очень вкусная. Очень вкусная, мясистая. И главное, это много белка. Во время такой жаркой погоды все мое тело было покрыто соленой водой из океана. И такое впечатление, что коже очень сложно дышать, поскольку все поры закрыты солью. И какой же это кайф принять вот такую вот ванну пресной воды, освежиться и хорошенько обмыться от соленой воды. Пока я джакузи принимал, водичка закипела. Смотрите. Как вы видите, воду вскипятить можно даже в пластиковой бутылке на открытом огне. Из-за того, что вода находится внутри, бутылка не будет прогорать, а будет передавать все тепло на воду. И таким образом можно вскипятить дождевую воду. Пусть вода остывает, а потом можно будет ее попить. Немного горячая. Ну, пластиком не воняет. Насколько я знаю, этот пластик, он как бы предназначен для пищевых продуктов. Конечно же, во время термообработки выделяются какие-то вредные вещества, но в данном случае это лучше, чем живые бактерии, которые находятся в этой луже от дождя. Поэтому вскипятить воду будет безопаснее. Но это только в том случае, если вы на самом деле выживаете. И это прям очень важно для вашего выживания. Горячий чайок такой. Вы только посмотрите, какую я пещеру нашел на обратной стороне острова. И здесь такая красивая голубая бухта. Я думаю, нужно залезть вон туда и посмотреть, вдруг там есть какие-то крабы или змеи. Я смогу поймать и приготовить на костре. Ну что, я внутри. Долго здесь находиться нельзя, потому что во время прилива я буду просто в ловушке здесь закрыт. Поэтому давайте посмотрим, что полезного здесь можно найти. И буду сматываться отсюда подальше. Несмотря на очень большой ветер, я все-таки решил рискнуть и взлететь троном вверх, чтобы показать вам весь периметр острова. Мой дрон очень сильно сопротивлялся потокам ветра, но все равно начал стремительно набирать высоту. Наконец-то я взлетел на нужную высоту, чтобы показать вам весь остров одним кадром. И вдруг случилось самое страшное. Я полностью потерял контроль над своим дроном. Пульт потерял сигнал, и мой дрон исчез из виду. На мониторе моего телефона показывало ошибку, что сигнал с дроном полностью потерян. Я пытался опустить дрон вниз, чтобы увидеть его глазами, и посадить его в ручном режиме. Но сколько я не нажимал джойстик вниз, дрон я все-таки не видел. А на экране появилось предупреждение, что мой дрон в спортивном режиме. И очень быстро он может опуститься вниз, и тем самым я посажу его просто в открытый океан. Я не мог понять, мой дрон все еще в небе, или уже где-то под водой. Но вдруг фрагментами мой дрон начал подключаться к пульту, и запрашивать автоматический возврат к месту взлета. Я очень переживал, что автоматически дрон сядет просто в том месте, где он находится сейчас. И это будут или обрывистые скалы, или вода в океане. Но спустя пару минут, над своей головой я услышал шум моторов моего дрона. Дрон автоматически благополучно начал опускаться в то место, где я находился. Ну что, друзья, кирпичи я наложил. Ну давайте посадим, потом будем радоваться. Пока еще рано. На какой риск только не пойдешь, чтобы вам заснять пару интересных кадров. Так что если вы оценили это, не поленитесь и поставьте палец вверх этому видео. Ну ты меня, конечно же, напугал, дрон. Вот это да. Вот именно поэтому, друзья, иногда совсем неохота взлетать, особенно на необитаемых островах, когда вокруг вас океан, большое течение, слабый, очень слабый сигнал и сильный ветер. Рискнул ради вас, чтобы взлететь и показать, что здесь нет ни одного здания, никакой дороги, ничего здесь нет. Это полностью необитаемый остров, и чуть не потерял свой дрон, вы видели, потерял сигнал, он куда-то улетел и сам пошел на посадку. Но хорошо, что DJI делает качественные вещи, и он шел на посадку автоматически без сигнала с пультом в то место, откуда взлетел. Хух! Ну что ж, друзья, пришло время сделать маленький свой отзыв, свой вердикт по поводу этого небольшого набора для выживания из Алиэкспресс. Первое впечатление. Сделано очень симпатично, но когда открываешь коробку, ты понимаешь, почему это дешевый Китай. Вот такой вот мультитул. Функциональная штука. Ну, сделан он с максимально дешевых материалов. Ножик здесь туповат, кусачки недостаточно острые. Ну, как-то использовать можно. Большой минус – это его размер. Полотно пилы очень маленькое. С таким рычагом пилить, ну, просто нереально. То же самое и нож. Отвертки мне не пригодились. То есть фонарик светит. Радует то, что изначально в комплекте здесь есть хоть какая-то батарейка. И во время выживания для меня не будет сюрпризов, что мне нужно было купить батарейку. Здесь есть вот такая вот стальная карточка выживальщика. Это максимально бесполезная штука. В ней ключи для гаек, для больших гаек, какая-то линейка. Ну, это совсем не то, что мне нужно во время выживания. Применить мне ее по назначению здесь не было никакой возможности. Поэтому это просто кусок железа, который, ну, бесполезный во время выживания, на мой взгляд, лично для меня. Огниво. Маленькое, но дает хорошую искру. Вот ему я ставлю хороший балл. То есть я ним пользовался, оно меня выручало. Но, несмотря на его размер, результат от него очень хороший. Это спасибо. Его я оставлю себе, пусть будет. Свисток с вакуумной капсулой. Ну, возможно, эту капсулу можно использовать для того, чтобы там хранить всегда сухой запас трута. И этот свисток во время какой-то экстренной ситуации, я очень надеюсь, что никогда мне такой свисток не понадобится во время моего выживания. Ленточная пила в наборе была. Мне вы в комментарии написали, что Жека, это пила для костей. Это хирургическая пила для костей, а для дерева она не применяется. Не знаю, зачем такого плана пилу положили в этот набор. Она компактная, я согласен. Но пилить в ней очень сложно. Она закусывает, застает в дереве. И, к примеру, пилкой с моего ножа раскладного намного быстрее и легче мне распилить какое-то дерево, чем вот этой вот пилой. И компас. Компас все время застает. Я не знаю, я уверен, что если зайти в какие-то глубокие джунгли и прям ориентироваться по нему, то ты точно заблудишься, потому что в один момент он туда показывает, в второй момент он туда застрял, прокрутился, все равно в том же месте и остался. Поэтому я бы на него очень сильно не рассчитывал. Итого мой вердикт. Как сувенир кому-то на подарок возможно. Как серьезная вещь для выживания, для серьезных, ответственных и опасных путешествий. Мое однозначное нет. Ну что ж, друзья, в следующей посылке мы вместе с вами откроем и посмотрим, что же я получил для выживания из Алиэкспресс. Я очень надеюсь, что будет что-то полезнее, чем вот эта вот коробочка. Ну что ж, эта разведка прошла удачно. Я пообещал рыболову, что сегодня же покину этот остров. И пришло время возвращаться на берег. Рыбаки приплыли за мной на лодке. Я спаковал всю свою аппаратуру в водонепроницаемый рюкзак и прыгнул в воду, чтобы доплыть к рыболовной лодке, на которой меня и доправят к берегу. Подплывая к лодке, я зацепился буем за лопасть лодки. И его оторвало от моего рюкзака. Я очень испугался, потому что я подумал, что рюкзак тоже раскрылся. И вода могла попасть к моей аппаратуре. Но буй я тоже не хотел потерять. Резко схватил его и передал рыбакам в лодку. Ну что ж, этот остров мне понравился. Разведка была удачной. Если и вам понравился этот остров и вы хотели бы, чтобы я сюда вернулся на более долгий срок, напишите мне об этом в комментарии. Держим курс на берегу острова, где я продолжу свое соло-путешествие и выживание с элементами рыбалки, подводной охоты и бушкрафта. На закате, на берегу океана, я развел костер, чтобы немного согреться. Ну что ж, друзья, могу сказать, что я очень соскучился за выживанием на необитаемом острове. И был очень рад побывать здесь, хоть и так мало. А если это видео наберет 10 тысяч лайков, я очень скоро опубликую продолжение в этом же стиле. Но у меня будет новый предмет для выживания из Алиэкспресс. А завтра вместе с вами посмотрим, что в этой коробке. Желаю вам спокойной ночи, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok